Один. Девять. Девять учеников, потому что их было 12. Помните? Двенадцать апостолов. Девять осталось снизу. И к ним приходят пересвященники. Мужчина пришел, который бесновался, сын ее. Он просил исцелить ребенка своего, а они не могли. И Христос, когда с горли спускался с учениками с тремя, Он подошел и спрашивал тех пересвященников, книжников, о чем спорите с ними, с Моими учениками? Кто знает истину, тот не спорит. Он только говорит ей эту истину. А Христос, Евангелие от Иоанна 14, 6, такие нам замечательные слова говорит. Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Слышите? К Отцу никто не придет и не примирится. Господь не станет Его сыном или дочерью, пока не примет, как Иисуса Христа, Своего личного Спасителя, Который распинается на кресте, проливает свою причистую кровь, умирает на кресте за Меня. За Меня. Я своими грехами должен быть там. А Он идет за Меня туда. И тем самым Меня, если я уверую, примем таинство крещения, зайду в церковь. Церковь – это собрание. Вот мы сегодня тоже сидим. Это церковь. Не поверите, но это церковь. Вас собрал сегодня сюда Дух Божий. Понимаете? И вот мы сидим в церковь. У нас одна мысль – спасти свою душу. У нас цель одна – исправить свою короткую жизнь, свое сердце. Очистить от греха. Потому что раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сына освободит, то истинно свободны будете. А освободим – будем свободны. И вот это мы должны эту короткую жизнь очень сильно ценить, что остается так мало все времени, потому что мы все куда-то бежим. Мы что-то всегда торопимся, что-то нам всегда необходимо сделать. Мы не успеваем остановиться и поднять к небу голову. И задумайте, а что же мы сделали хорошим? А что же мы сделали полезным для ближнего? Мало что. Потому что все какие-то неурядицы, все какие-то заботы, все какие-то хлопоты. Вот такие извлечения я слышал у людей. Вот я сейчас выйду на пенсию, вот немножко отдохну. На пенсию она дождалась, а тут внуки пошли. С внуками надо помогать водиться. Опять никакой отдыха никакого. А тут дети у нас забесновались, начали всякие беззакония творить. Опять проблема у нас. У многих такое есть. Опять сердце болит у нас. И никакого спокойствия до скончания дней. Но когда человек обращается к Господу, когда просит, чтобы Господь изменил прежде всего его сердце, а потом уже, когда будет меняться он сам, Господь по милости будет менять наших детей, если они не исполняют волю Божию. И вот такие слова, если любите меня, самолюбите мои заповеди. Четвертый заповедь, если посмотрим, то она говорит нам, помни день субботний, святочки храни, шесть дней делай свои дела, а сильную Господу Богу посвяти ему одному служим. Вот теперь, как вы соблюдаете вот эту заповедь? Это посвятить Господу день. Воскресный день. Как часто вы посвящаете сами храм Божий? По нужде только, когда приспичит? Два-три раза в месяц. Месяц. Ну, два-три раза-то это еще как-то хоть бы умение. А то, он говорит, два-три раза в год. Понимаете, это надо. Это необходимо человеку по возможности. Сейчас, конечно, скользящий график, который и получается так, что на воскресенье бывает человек работает. Такое есть. Но надо как-то выбирать время, прийти в храм Божий, прийти и с верующими вместе помолиться, поблагодарить, прославить Бога. Это надо, необходимо. Это проявление любви. Вот, если мы посмотрим и заглянем, что для нас делает Господь во всей нашей жизни, очень много и очень хорошо. Вот. Если даже перечислить ваш отдых. Тепло? Врачи хорошие? Обслуживание хорошее? Наверное, и постель-то белая, наверное, чистая? Да. Меняем даже иногда, да? Чистая. И душ, наверное, есть у вас. Нет, в голове не чистая. Вот, она бы болит. Душа нету? Не хватает воды и горячая. Слава Богу, хоть холодно и есть. Понимаете, почему Господь так вам сделал? Холодно будет. Потому что холодные сердца ваши. Разогрейте своими, делами, делом домом. И будет горячая вода завтра. Не, раньше утром. Это нормально. Я ловлю момент. Это Бог так делает, понимаете? Я про бомжи рассказываю людям, которые тоже понимали, почему Господь нам посылает на нашем пути бомжей. Неприятных, вонючих, грязных. А неприятных таких нам. Даже раздражение нас берет так порой, да? Прогнать им хочется. Иди ты отсюда, что ты тут приперся ко мне? Это Господь привел этого человека. Посмотри. Чтобы отмыть его. Он. Да может даже и отмыть правильно. Может быть, пригласить и отмыть. Но может быть, если он захочет. Он может отстанье и захотеть. У него и такое есть. Но Господь хочет показать в духовном плане нас. Вы посмотри, как он внешне, да? А ты сейчас посмотри и как бы в зеркало посмотри на себя. Только внутренне уже на себя посмотри. Ты такой же смердячий. Ты такой же вонючий. Поступка в словах, в делах своих. Ты нисколько не лучше вот этого бомжа. Внутренне, духовного. И сделай выводы. Изменись ты. И все будет завтра лучше всем. И мир будет в любви. В той любви, которую оставил Христос. Он всех любил. Он всем помогал. Он много делал добра. А его куда привели? На крест. На крест. На распятие. Понимаете? Немедленно обратиться к Господу. И не откладывайся дня на день. Ибо внезапно найдет гнев Господа. И ты погибнешь во время отмщения. Сераф 5, 8, 9. Сколько людей внезапно умирает. Не покаявшись. Не раскаившись. А Евангелие от Иоанна 3, 36 говорит. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына. Не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Он пойдет в ад. И Господь ничего в этом слове не скрывает от нас. Он нас всех предупреждает. Если мы не будем соблюдать заповеди. Не будем в этих заповедях жить, пребывать. Не будем любить Бога и ближнего. Будем страдать. Будем гореть. Будем мучиться. И конца и края этого не будем. Теперь. Вот когда мы приходим в Храм Божий, мы как себя ведем? У Бога-то как себя ведем? Вот такую картину мы всем наблюдаем. Сейчас телевидение, новости показывают. Везде доступно это. Да? Когда приходят к президенту нашему послы. Вы замечали, как они стоят? Бегают они там по этому дворцу-то своему этому. А что они делают? Стоят по стойке и смирно заметили? Не шелохнутся, не бегают, не ходят, не разговаривают. На ухо друг другу ничего не говорят. Почему так? Мы приходим к самому Господу в Храм. И как мы себя ведем порой. Я немножко сейчас расскажу, о чем я это хочу вам донести. Как мы безобразно себя ведем даже у Бога. Неправильно. Не из благочестиво, без страха Божьего. Порой часто мы опаздываем в Храм Божий. Есть такой у нас грешок? Я тоже, простите меня, грешно. Первый из них. Вот опаздываем. Святые цены наши говорят в церкви, если ты опоздал, попроси прощения у Господа. Встань сзади. Встань сзади храма. И не бегай уже по храму во время службы, во время молитвы. Когда весь народ, все, все стоят в одной молитве. И все углублились в эту молитву и благодарят Господу. Если мы ходим по храму во время молитвы, мы других отвлекать будем. Но хочешь, не хочешь, мы же не такие молитвенники, что никого не видим, как Серафим Царовский закрыл глаза. Он стоит, молится и никого не видит. Но мы не такие, к сожалению, большие. У нас нет такой веры, да? То есть мы отвлекаем других. И сами на этой молитве не присутствуем. Еще замечу. Мы начинаем прибегать к изображениям святых. Или при святой Богородице, или самому Господу, или какого-то святого, которого мы любим, которого мы молимся, которого просим. Есть такое? Во время службы ставим туда свечи, жертву. Вы думаете, вот когда общая молитва идет в церкви, это земная и небесная, она не раздельна? Не раздельна. Она общая. Понимаете? И все, и святые на небе, и здесь грешники, которые пришли, каяться, они общей молитвой молятся Господу. Они объединены. И вот тот святой, который тоже молится перед Господом, он в это время вас не будет слышать. Слышите об этом? И то, что вы будете просить, вы будете только просить себе во грех. Это можно сделать. Или до службы. Слышите? До службы, когда никто не молится, церковь не молится. Или после богослужения тоже никто вам не запрещает. Начните с порядка. И будет молитва идти намного чище, светлее, радостнее. И все, мы оттуда будем брать пользу для всех больше. Никто об этом не задумался. Крестное знамение, как мы делаем, дорогие? Тоже безобразно и никак. Я вам сейчас все это крестное знамение буду показывать. После этого крестное знамение, если вы будете продолжать неправильно его на себе делать, вы будете в грехе оставаться. Показать или не показать? Показать. Вы будете в грехе, если будете дальше делать неправильно. Потому что вы научены уже все. С меня это снимается, я вам показал. Вот смотрите, крестное знамение. Вот, на лоб. Смотрите, видно всем, да? Вот в районе пупа опускаем руку. Потомчики. Ну, три пальчика, это соответственно. Три перста вместе. А два прижатые. На лоб. В районе пупа опускаем. Потом, если руки целые, не ломанные, не больные, я только здоровому человеку говорю, который здоровый человек, и спина не больная, и тоже нагибается хорошо. Я об этом случае, когда человек больной, это уже другое. Там уже Бог видит. Если правый не может, может левый крестное знамение делать. Это ничего страшного. Может, руки нету правой? Левый делает. А если и рук нету, то тоже справа налево. Да-да-да, тоже та же. Ну, а если рук нету, то можно так вот даже и головой. Ничего тут никто не запрещает. То есть, вот так. Это хрест, это знамя победы. Ну, еще раз повторяю. Вот сюда на лоб, в районе пупа. Потом переношу на край плеча. Видите, на край? Не сюда. Если руки доносят. Видите? Вот на край. Потом я переношу на другой край обязательно. Обязательно. Слышите? Это важно. Потом я руку опускаю. После, как опущу руку, только я делаю поклон Господу. Хороший поклон считается том, если я наклонюсь и рукой могу достать пол. Вот я наклонюсь, вот я достаю. Видите? Хороший поклон. Это считается хорошим Богу поклоном. Это поясной поклон. Еще раз повторю, чтобы вы видели, потом не приставали. Руку опустил и делаю поклон. А люди делают вот так. Видите? Ломают крест. То есть рука еще здесь, а мы уже наклоняемся. Что такое лево сделал? Это как понять по нашему, по докону? Чего? Не говори, сделай, молчи, не говори, не расставляй себя, что ты сделал. Слышите? Да, да. То есть не надо говорить, что надо делать. Скажите, сдайте, сдайте, не сдайте. Вы сосед, чтобы не знал, что я сделал. Такой сказали. Говорить не надо никого. Это все совесть будет говорить. А я и не говорю, не говорите об этом сделать. Напоминаю, что если они сдадут, то доброе дело сделают. Да? Да, конечно, сделают. Но пусть каждый думает, где ли сделать его. Но на каждом шагу можно делать. На каждом шагу его можно делать доброе дело. Правильно? Так что вот. Неимедлий обратиться. Коробитесь. Время есть, но времени нет. Ко всем же сказал, кто хочет идти за мной. Это 8 глава, 3-4-3-6 стих. Отвергни себя. 1 ступень. Возьми крест свой. Крест это страдание. И следуй за мной. 3 ступень. За крестом. По его слову. Соблюдая все. Почему? Потому что Иисус Навин говорит такие слова нам замечательные. Да не отходите от книга закону от устных. Но получайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в Дерехове. И будешь поступать благо разумно. Только тогда. Мы сегодня вам все равно принесли Евангелие. Принесли Новые Заветы. Принесли эту духовную пищу. Чтобы она была всегда у вас настольной книгой. Чтобы вы питали свою душу каждый день. Мы верующие. Мы выше тех людей, которые еще не уверовали. Нас Господь принял в сыны и в дочери. Мы на высоком уровне. У нас фамилия с вами. Какая? Переписал нас Христианский Крещение. Какой мандал? Христиане. Мы христиане с вами. Понимаете? Мы должны это знамя победы достойности. Вот когда два войска друг на друга выступают. Знамена вины и суда. Это так подухумляет народ на битву. Ну так ведь? Вот этот крест, который я вам сейчас опять тоже покажу. Видите крест? Православный, восьмиконечный. Ведь многие значения креста-то не знают. Кто-то может объяснить из вас? Православные. Скажут, а что это у вас такой крест? Такой на таком кресте-то ведь креста ведь не распинали. Нет, действительно так. Не на таком кресте Христа-то вспяли. Значение креста. Вот видите, верхняя палочка маленькая, перекладина. Здесь был Иисус, Христос. Иисус, как сказать там, израильтянин. В общем, Христос тут написано. На еврейском, греческом и римском. Табличка была, надпись. Вот это руки были прибиты, конечно. Да ведь? Большая палочка. Большая перекладина. Это здесь был перекладина, действительно, в кресте. А нижней не было. А нижняя какая-то не похожа на две других. Почему-то так вот, наискосок так немножечко. А потому что два разбойника было распято вместе с ним. Помните по Писанию? Один справа, а другой слева. Справа-то что делал? Вот справа. Он не хулил Господа. Он раскаялся. Он говорит, помяни меня, Господи, когда придёшь во Царствие своё. Говорит Христос, ныне же возьму тебя, и ныне же будешь со мной в раю. А слева, который был, он хулил. И он палочкой показывал, как бы вниз, а этот ушёл как бы на небо. Вот символ такой. Это всё у нас отображено. Всё развесено, но только надо знать. Надо знать свою веру. Хоть немножко. Многие из вас, их преподаватели, многие у вас научают свой предмет. Детям это приносят, доносят. Много сил закладывают, много стараний. И чтобы какая-то была отдача от детей. Да ведь? Конечно. А если нету отдачи, это разочаровывает вас немножко? Пустую как-то, как бы, вроде всё говоришь, как горох об стенку, раз, и всё отлетело, и никто ничего ничего не понял. То есть расстраивает. А если Христос нам такую богатую литературу сейчас, так доходчиво всё, интернет, и литература доступна, информация очень сильно доступна, а мы плохие с вами, ученики, выходит, а? Двойки-то все ведь получим потом. А двойка-то будет не как сейчас, десять лет. Учились, учились, потом экзамен. Ну это мы так были часто, там побольше часто, как экзамена всяких. По числе четвёртого у вас уже там начинается, там где-то что-то. Ну неважно. После десяти раз экзамен сдал, дальше пошёл. Не сдал, пошёл с справкой. У нас так было. А потом будет ведь такой же экзамен у нас по жизни. Мы за всё свои будем поступки свои отвечать. Ответим? Спасёмся? Надежда. Только надежда нас спасает. Надежда, умирая, горят последние. Вот сейчас вот надежда, вера, надежда и любовь. Слышали такое, да, по моему руку? Вера, надежда и любовь. Вера в чём? А без веры Богу водить невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. А ищущий Бога, Он воздаёт. Вот вера. У нас должна быть с вами вера евангельская. Слово, которое нас питает, греет и наставляет, и обречает. Почему? Потому что всё писанное было вдохновенно и полезно для научения. Для научения. Для обличения. Она наши поступки обличательные. Для исправления. Уже начнёт исправлять нашу жизнь. И для наставления уже будет наставлять Господь Словом Своим. В праведности. Это мы уже будем поступать правильно. Понимаете? И вот эта вера нам необходима. Потом дальше. Что нам ещё необходимо, чтобы нам спастись? Нам надо много добрых дел совершить обязательно. Без добрых дел нам тоже с вами никак не спастись. Сердце должно быть растоплено любовью. Мы видеть должны всё то, что ещё хуже нам, кому-то. А такое всё равно возможность. Вот многие ропщик. Вот у меня плохо, мне плохо. Я вот болею, у меня то одно, то другое, то третье. А кто это виноват в этом? Мы сами. Вот мы сами, понимаете? Вот я и про тела ещё раз коснусь. Потому что мы его пичками, пичками, пичками никакой остановки нет. Посты. У нас сейчас церковь установила четыре посты длинных. Но сейчас идёт рождественский пост. Ведь многие из вас не хотят поститься. Ну, по совести. Посмотрите в себя. Да. Не хотим заставить своё тело, чтобы оно починилось духу. Вот отсюда беды наши. Вот если мы разгрузим тело наше, и оно не будет господствовать, а дух будет господствовать в нашем теле, то тогда у нас всё изменится. У нас другая морепка будет. Нам будет всё легче делать. Это полезно. По силам начните что-то делать. По силам. Не говорим, что всё, завтра начните без воды, без еды. И всё. Не помрёйте быстро. Спасибо. Ну, откажитесь от того, что вы не можете. Вот, допустим, пост идёт такой. Я вот сладко люблю. Да, откажусь от конфет хотела бы. Я откажусь. Я откажусь, конечно. Как это я умру сразу? Нет. А я говорю, без мяса не умру. Без мяса никак. Откажитесь от мяса. Попробуйте без мяса. Ну, попробуйте. Это ничего сложного. Это ничего плохого. Но призывая помогать, чтобы Господь, Духом Святым помогал. Это всё нам делать. Это важно. Поможет? Сможет. Человечем это невозможно. Но не Бог. Бог уже всё будет возможно. Ну, как бы вот, кратенько, как мы вам сказали. Ну, ещё что-нибудь про поведение в церкви, так вот, крест на лотке. Как поклоны, так сказать. Поклоны. Здесь же разные поклоны. Чуть не направо залежу, надо идти. Клоны. Какой михайный дня. Делай, хорошо. Поклоны, хорошо. Смотри. Хорошо. Наблюдай за ногой твоей, когда идёшь в Дом Божий. Слышите такие слова? Нет. Наблюдай за ногой твоей, когда идёшь в Дом Божий. То есть, смотри в себя. И будь более готов к слушанию, что там будут нам доносить. Нежели к жертвоприношению, что мы любим свечки ставить, по храму ходить, мешать друг другим. Ибо они не думают, что худо делают, дорогие. Да. Когда креститься? Это очень просто узнать. Вот когда человек часто ходит в Храм Божий, он уже видит, когда начинается вся церковь креститься. То есть, посмотрите, хоть немножко, первое время, если у нас опыта нету, по сторонам, когда церковь начинает вся креститься, там есть такие извлечения, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. И такие вот моменты, что вся церковь начинает после этих слов крестное заменение делать. Свечки ставьте до службы. После службы тоже ставьте свечки, никто их не запрещает. Это не грех. Но когда во время службы не делаете эти дорогие. Их лучше положить, да? Да никуда не спешите. Вы даже не покупаете, не хотите. Вы пришли же молиться. Вы же пришли молиться. Ну и помолитесь сначала. Потом, когда закончится богослужение, я всем говорю, неужели Бог куда-то уйдет отдыхать? Все, у меня тихий час, не ходите ко мне. Нет такого, ведь. Бог всегда нас слышит. Всегда нас услышит. Если мы это сердце откроем для Него. Но если же мы с какой-то коростью это все будем делать, для какой-то своей нужды. Вот Господи, дай мне здоровье. Я уже так болею, мне так уже все это надоело. Господи, и вот только ропот, ропот, ропот. А верующий человек не так. Святые цены упрашивали болезнь у Господа. Господь меня расставил, забыл. Я уже давно не болею. Бог меня покинул давно. Он надо расстраиваться уже. А если Бог попустил эту болезнь, благодарю Тебя, Господи. Я вчера сестру привез с Екатеринбурга, с больницы операцию сделали. Тоже с верхими, что-то там, непорядок. Еще не до конца. Вот если еще больная вся, еще в другую больницу надо ехать. Еще не знаешь, сколько времени. Благодарю. И усела машина. Благодарю Тебя, Господи. Слава Тебе. Вот это сестра. Вот это радость. Вот такую сестру радостную из них. А другая сестра у меня, пример, еще здоровая была, не сильно больная. Ну, в годах уже, 80 с лишним лет. Много лет потрудилась в церкви. А потом, у нее там внуки все такие больные, проблематичные. И вот она все ропщет и ропщет. Все не по ней, да не по ней. Не слушаются. Гадят. Плохо себя ведут к отношению с старшим. Почитай отца и мать и всех старших. И будешь добро жить на земле. Все. С ней поговорили, поговорили, я говорю, сестра, а не ропщи. Ну, благодари больше, благодари. Потом прилепилась рак, болезнь. Заболела. Время уже умирает. И когда Господь потихоньку, раком-то, тихонечко ведет. Уже есть время, поколение. Я говорю, сестра, ты же немножко тебя осталась. Я не лукавлю, я вижу уже состояние, что Господь скоро тебя возьмет. И так оно есть, через три дня умирал. Я говорю, давай батюшку привезу на исповедь. Поисповедавши, может, причастивши. Так бы я захотела. Вот что ропот приводит к чему. Запомните. Вот два случая. Благодарение, благословение всегда приближает нас, Господи. Ропот, проклятие всегда нас оконять будет от Бога. Благодарите Божи. Славьте, хвалите. За все ситуации, которые в жизни у нас есть. У них собака лаяла. Раньше еще к ним приходил. Собаку я им тоже через сестру во христе не тоже щенилась, не знала, куда щенков я говорю. Ну, вот она, да, вопрос, давай, увезем. Она привезла, а там щенка вырос. Большой такой вот. Лает и лает. Лает и лает. Ну, понимаете, спаса нету. Вот такая собака. Они уже на нее грешат и грешат на эту собаку. Вот такая собака беспутая. Я говорю, это не беспутая собак, это Бог вам эту собаку дал. Вы дома все перелаялись. Так оно и есть. Духовном на плане. У вас мира дома нету. Вы мир сделайте в доме. У вас собака перестанет лаять. Господь закроет ей класть. У святых такой случай был. Лягушки, монастырь был. Лягушки мешались молиться. Квакали, квакали, квакали. Святой пошел, помолился. Заткнул урок Господь к лягушкам всем. Тишина стала. По молитвам правильного много можете. Все в наших руках, дорогие. Все в наших руках. Ведите себя достойно. Вы пришли к Богу. Замечайте, что для чего вы пришли. Ясно, кто говорит, когда мы приходим в храм Божий, мы должны из храма выйти. Объявленные, немножко другими. Чище. Светлее, радостнее. И эту радость уже донести другим. Вы говорите, не садитесь быстро за пироги-то. После службы-то. За чашку-то хлебать сразу. Не то, как свиньи падают. Помните? Так кушаем сейчас. Все, как свиньи, в чашке пали. Это тоже надо заметить. Вы, говорит, придите и расскажите, что услышали. Какой Евангелие сегодня вам рассказали. Что вам сказали. Ну и поделитесь этой радостью. Хорошему надо учить и учить и учить. Плохому учить не надо, само прилипнет. Кушать, как мы кушаем. Помните, раньше был один стол, все сели. Ну, допустим, там многие говорили. Да, посуды не было. Да, это не в посуде дело даже. Миска стояла там, котелок там этот. И все берут в левую руку хлеб, кусочек. Правая ложка, да? И из котелка берут над хлебом и несут ко рту. Помните? Это надо учить детей. Самим учиться так кушать правильно. А мы вот и в чашку-то наклоняемся. Вот и в чашке-то там бульком сам. Есть такое? Вот этому учить не надо. Еще болитва перед этим. Ну, это обязательно помолиться. Это верующий человек, конечно, встанет на молитву, возблагодарит Господа, благодарит пищу, которая перекрестит, сделает крестное знамение. Потому что, говорит, если сделали крестное знамение, даже там яд будет, может. А Бог это все исправит. Вот что может крестное знамение. Андрей, вот язык-то, язык-то, почему старославянский? Мы же этого не понимаем. Нет, сейчас это русский. Это русский. А тут все русский перевод. Это русский перевод сейчас 1876 года. Наши четыре знакомые академии это перевели. Сейчас доступно по-русскому все. А молитвы все равно старославянцы? Молитвы есть и на русском сейчас. Найдите таких молитвослова, которые переводятся. Параллельно идет. Молитвы, правильно. А, молитвы, правильно. Ну там же понятно, когда много час ходишь, часто-часто. И я все равно уже на слуху как-то дома по-русски прочитал. А там старославянские ты сравнишь и... А здесь продается книжечка литургии. Можно по ним вот... Сейчас литературу-то надо... Я приезжаю, вот такой случай раскручаю, я сделаю. Приезжаю на юг, у меня там два брата в Краснодарском районе. И сестра во христе стала мне. Моего сродного брата, жена была. У него сын погиб, разбился на машине. И она после этого, что такая труднедия случилась, стала верующей и стала ходить в храм. А до этого он тоже неверующий, как я был. Я так обрадовался. Я говорю, Люба, ты стала верующей. Она говорит, да, я сейчас в храм хожу, вот молюсь всегда. Я говорю, ты рад за тебя, молодец. Видите, трагедия, как нас приводит. А иначе не надо нам Бога. Ну ладно. И с ней, я говорю, ты хоть читай слово Божие, но я люблю это. Всем спрашивать. Видите, заметьте. Я говорю, любишь, читаю. А он говорит, дальше, как ты читаешь? Она говорит, ну, церковнославянском читает. А, она церковнославянском. Я говорю, вот, 118-й псалом, открой мне, пожалуйста, и прочитай мне, пожалуйста, 164-й стих. Она мне открывает и по церковнославянски читает. Я говорю, слушай, слушай, я что-то так плохо церковнославянский понимаю. Ты объясни, что ты прочитала ко мне? На русском-то переведи. Она не может понять, что прочитала. Я говорю, подожди, сестра, да, зачем читаешь ты? Вот ты не понимаешь, что ты читаешь. А на русском-то языке 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. 7 раз верующий человек должен вставать на молитву и славить Бога в день. Мусульмане 5 раз вставят на маску. Слышим это? Она читает и не понимает. Вот, я говорю, сестра, кто тебе мешает прочитать на русском? А потом еще читайте про церковнославянский, ты так его любишь. Ты пойми смысл прочитаемого. Или не надо этого это понимать? Ну так ли? Вот читайте на русском. Если кто-то любит церковнославянский, то читайте ради Бога. Кто как любит, у нас свобода во всем. И в эту свободу нам нельзя вкорбать. Нельзя. Понимаете? Бог нам ничего не запрещает, кроме греха. Ибо возмездие за грех смерть есть. Смерть. А дар Божий – жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Ремену 6.23 Вот если мы не будем все грешать, то мы будем у Господа хорошие дети. Если же мы в грехах и не каяем, и не справляем, пасть каждый может. Но, говорит, Цветаец сказал, сколько пал, столько раз и вставай. Кайся и иди дальше. Не стой. Дальше. Бог все просит. А люди верующие даже не верят, что их Бог простит. Есть такое. Да я не верю, что меня там, я столько абортов сделаю. Нет, меня не простит Бог. Не вери. Прости. Все простит, если мы искренне покаемся. Другая пришла внука крестить. А у меня беседа была перед крещением. Батюшка меня разрешила. В другом городе там еще работал. Бабушка привела внука крестить. Я разбираю символ веры. И жизнь вечная. Аминь. Последний. Я говорю, вы-то хоть верующие, верите в жизнь вечную? Бабушка говорит, я не верю. Пришла внука крестить. Она верит только в эту жизнь. Зачем крещение? Чему ты внуку научишь? Пусть внук сам вырастет и сам придет к этой вере. Сам. Сам. У нас канонные правила церкви все установили. Все отработали. Любой пункт, какие бы ни касался нашей жизни. Вот и говорит, крестить детей надо? Надо. Никто не против. Все говорят, надо. Ну как надо? Чтобы когда глубоко верующие оба родители. Для чего? Потому что что могут дать неверующие родители крещеному ребенку? Сами не молятся ни утром, ни вечером. Посты не соблюдают, Слово Божие не читают, в церковь не ходят. И только пальцы загибаешь, ничего не делают. Ребенок какой верующий вырастет? Может и вырастить даже. Может. Это исключение. Но большинство показывает, что... Конечно нет. У меня дочка родилась 18 лет. 18 лет в вере я уже. Она неверующая. Крещеная. Можно такое поверить? Крещеная, но неверующая. В смысле, верить, но не исполнять. Не рождена, а в духах. Вот и все. В храм идем, когда я говорю. Меня не будет, может не пойдет. А может наоборот случиться. Вот как раз у веры так, как нам он. Я не знаю, Бог так ведет. Родить надо свыше. Свыше это разворот на 180 градусов. И ты уже все. То, что любил, ты возненавидишь. А то, что никогда не любил, ты возлюбишь его. И пойдешь. Ты любил дискотеки? Ты танцы оставишь. Это не твое, это не надо. Я говорю, со старенькими разговариваю. Ой, ноги, сынок, болят. Ой, все болят. Я говорю, ну давай разберем твою молодость. Наверное, тряслась, когда танцы-то были у вас. Ой, сынок, ты еще, конечно, давайте еще, ну вот, там поплясали. Вот сейчас пришли. Не обязательно это. Я просто говорю. Конечно, не утверждает. Но, конечно, не из этого. Другого причин, я так образно утрянусь. Конечно. Понимаете? То, что у нас глаза туда, сюда, вверхали, и все это, говорит. Не любите мира ни того, что верят. Кто любит мир, кто нет любилочек. Ибо похоть плоти. Плохоть плоти-то у нас много чего любят. Похоть отчей. И гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Отца прибывает в век. Глаза-то зыркали, туда-сюда заведнючий, это все, ослеп. Ну, чтоб тебя меньше грешить уже. Ну, я образно говорю. Ну, не подумайте, что это я вас кого-то оскорбляю. Я сам в очках, вот видите, у меня вот, уже вот, тоже зыркают мне туда, куда надо. Так зато меньше грязи себя, когда видишь, будет все спать. Так вот, я и говорю этим, да господь не спасает нас. Конечно, конечно. Да, сел на грязную постель, лег, и не понял, что она грязная. Блин, не видишь ни человека. А тут бы заворщалка еще, тут кого-то оскорбил. То есть, поняли, как это все далеко можно завести. А Бог и этим нас спасает. Любым жизненными ситуациями, любым. Только из этого надо как-то делать правильно, такие интересные выводы. И если посылает, если человек жадный, Господь вас всегда посылает на вашем пути тех людей, которые делают благотворительность. Если вы не будете делать, они будут вам посылать. Вы будете удивляться, да что, ко мне-то, что, он, народ ходит, ко мне подошел. Я-то жадный. Ирина ко мне говорит, да ты что, все бомжи к тебе подходят. Потому что я жадный. И Бог это меня проверяет. Так же и вы подумаете. Любая я в своем жизни на ситуацию. Жадность больше, чем я. Еще я хочу задать вопрос. Вот приходит в церковь, говорят, Сначала свечки надо ставить за здравие, потом за упокой. И еще. Вот свечку сначала надо зажечь, потом покреститься. Или сначала покреститься, потом зажечь. Да, разница. Да, не знаю. Вот вымысль у человеческих ненавижу. И еще. За упокой сказали, надо креститься не так. По-другому. А как? Я не знаю. Так что ли? Нам девушки молодые подходят, говорят, не так нужно креститься. Я не люблю. Да. Говорят москве хурдое. А никто не подскажет, никто не научит. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот в законе все прописано. Да какая разница? У церкви нету мертвых. У церкви все живые. И живые, и мертвые, которые ушли к Господу, они тоже живые. То есть, ну какая разница? Ну если мы, конечно, церковь говорит, что когда пришли мы в церковь, надо три поклона у входа ждем. Поклониться, три поклона сделать поклон Господу, и пойти, пойти к главной иконе на Малоя, и там Иисус Христос. Там разные иконы могут быть. Там тоже два поклона, изображение я поцеловал, и третий поклон сделал, а уж потом, конечно, пошел до службы. И не важно. Ну, в этом или спасение нам, а? А вот это мы будем зацикливаться на этом. Это так, это так, это не так, а вот о главном спасении не думать будет. Никогда. А раскрытие соборования? Соборования. Это в основном соборование сейчас делают по постам. Ну, его часто делают. Это великий пост. Великий пост, когда в основном. Ну, кто-то и делает их в это соборование. Такие посты, другие. Ну, в основном, он великий пост. Цеборование должно быть по правилам должны быть семь священников. Это апостол Яков говорит в послании. Если кто болен, призовись по священниках, пусть они над тобой помолятся, и много молитв может правильно. То есть семь священников собирается, молятся над этим больным, и может Господь это исцеление впадать. У нас сейчас это в целом тоже всех туда все едите и делайте. Но оно ведь не дешевое, не бесплатное. Как много то лица. Тоже надо исповедовать себя тоже, причастить себя, конечно, подготовиться себе. Ну и все вспоминать свои грехи, которые ты там записываешь. то есть записать свои грехи, которые ты, может, еще и не помнишь, потому что надо выпрашивать у Бога забыть о своих грехахах. Выпрашивать. Бог как-то даст такое, раз, и всплывет это все. Это событие, когда мы уже забыли, что мы это делали, но Бог напомнит вам, и она вспомнится эти грехи. Записывайте свои пороки, которые вам мешают в этой сегодняшней жизни. Страсти, которые... Каждый нас преследует всех. Ведь есть это у нас, но оно никуда у нас идет. Вот то, что он у нас чревоугодил все, чревоугодил все. Ой, любимый Папа, Папа есть-то как вкусненько, так сладенько, когда он все-таки сыто так, как французы говорят, выходить надо из-за стола, говорит, они нас так, с чистым, с легким, чистым чувством голода. А мы так напихаем, что еще маленько, как по утрам, бомбать, попрыгать, еще бы что-нибудь, и на, икнуть. А, Святой Дух уже весны нет. А вот смотрите, вы говорите, что мы живем для того, чтобы вечную жизнь готовимся, а вот новорожденные, маленькие умирают, они как, что, куда не успеют, не готовиться? Для чего они приходят сюда? Божий суд, это все. Понимаете, Божий суд. Мы не знаем. Бог дал жизнь, Бог ее право забирает. Это Бог судья. Он Господин нас всем. Все, что происходит в этом мире, если маленький человек успели его покрестить, если не успели, вот я еще говорю, будет страшный суд, и там уже определяет Господь сам. Мы уже не будем говорить там, куда он, что, мы не в праве это ничего, потому что Божий суд будет скрестив. И если маленький, вот, дитя уже покрещенный, и его Господь забрал, это открытый Господь в другом случае показывал, что если бы он вырос, он бы прошел огонь и воду, медные трубы, и столько бы бед, и погиб. А в младенце, когда маленький, он, Господь его вовремя забрал, он сейчас перед Господом молится за эту семью, ангелом. Ангелом. Он молится уже за своих близких, за своих родственников, понимаете, какая защита для этой семьи. Но это-то мы не видим, это мы не хотим. Вот у меня в семье, у моей сестры старшей, я последней, четвертой, у моей сестры дочка родила блудно. Родила девочку. Росла, три годика ей было. Она неудачно упала, шейку там повредила, пока в скорую, не знаю, умерла. Четыре года не было еще. Умерла. Это первая внучка была. А у меня двое сестра тоже крещеная, веры нет. Ну, просто крещеная, номинально. Все. Сразу Бог стал плохой. Задрала это все. Ну, внучку. Это уже столько трагедий, какая обеда. Я в тот момент подойти к ней, и сказать ничего не мог. Не время. Потому что сердце оскорбит, надо ждать. Подождай. Время проходит, я говорю, я потом тебе все объясню. Все, вот время пройдет, я тебе сейчас не хочу ничего. Не время. Время проходит, я ей начал объяснять. Я говорю, слушай, ты не представляешь всей картины, которую Бог нам не открывает пока. Я говорю, да. Она крещеная, кстати. Я говорю, Листочка, ушла у нас сейчас, она перед престолом Божьим. Она сейчас будет за вашу семью молиться, перед Богом. И она ушла в это место благодатное, где уже нет боли, ничего такого плохого нету, все хорошее. Она радуется Богом уже. И ей хорошо. И у вас защита есть. Это только плюсы. А теперь говорю, а Бог вам милости еще и зальет. Только доверьтесь Ему. После этого, после этого, проходит время, у нее сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять минут. Устала, в дите. Не милость. Не милость. Милость. А почему какие-то блудность, да, вот просто, и вот, ну, Ратилана, припросу, она же не зарегистрирована была. Это глух. Не надо менять подставы и слова. Не надо говорить то, что есть. Лукавизия. Никакой лукавы в Царство Божьем не найдет. не зайдет. Это и есть, есть Бог. Будет здесь темно. Я родила, да, хоть там. Да, хоть для кого? Не зарегистрирована, брат. Не зарегистрирована. Перед Богом не предстали. Нет, не то, что перед Богом, в государственной регистрации не было. Я уже про эти венчания уже не говорю, дорогие. Хотя бы надо зарегистрировать. Сейчас, смотрите, как переворачиваться. Живут своей жизнью. Не надо регистрироваться. Что за обязанность? Зачем это мне надо? Это я завтра живу. Так поживешь, ну, доживешь. Мир переворачиваться, вы видите, что ли? Раньше это целомудрие было, а сейчас я не могу уйти, не уйти, не задав этот вопрос. И все вот здесь касается, вот мы преподаватели здесь сидим, а вот мы имеем право детям что-то рассказывать, вот то, что вы. Или мне вот батюшка вот ты же до конца вот это все не знаешь, до тонкости, ты не имеешь права там искажаешь, там чего-то там. Что знаете, как говорится? То, что вы знаете, что святые отцы так же говорят. А если не так мало, это учат. А вот на это слово мы будем отвечать. Я-то отвечаю за свои слова, потому что я знаю, что я буду отвечать в мысли. А если вы знаете, что вы правильно или и так святые отцы нас учатся в церкви, то вы знаете, что Иисус Христос за вас распялся? Знаете это? Ну вот такие вещи, которые вы доходчиво, и людям это обязательно ученикам доносить. А если церковь отделена от государства, то есть как бы не праздновать? Вот это вот прямо вот за этим. Вот смотрите, вот у меня ученики, допустим, я учитель, допускай, вот у меня класс, я буду обращаться к ученикам. Дети, вот я немножко хочу вас задержать, если кто есть в этом желании. Оставайтесь, я вам сейчас такую интересную расскажу ситуацию про Бога. И сразу сказать, кто хочет, останьтесь. Послушайте. С разрешения родителей. Разрешение нельзя. Это все не ладьявол, чтобы люди уже, дети наши, ни в коем случае не слышали. Говорите и все. А ведь раньше вообще ничего нельзя было. Те, кто давно работал в образовании, в принципе, это вот несколько лет еще что-то, что-то можно, и даже забрали, и даже доходов. Не хотите это, тогда светское будем там. Чего? Может, светское корейское скажу.